Я бы посмотрел на это, безусловно, замечательное издание, замечательную книгу с точки зрения того, что можно найти там лимбисту или о чем можно разговаривать со школьниками, с учениками, и не только, может быть, на следующих уровнях, исходя из этой книги. Итак, львиную часть, безусловно, Наталья Львовна уже представила, но я бы хотел сделать несколько акцентов, повторяя те же действительно замечательные имена, потому что это редкий случай, когда под обложкой одной и еще раз почему-то чудесно изданной книги, ее просто приятно держать в руках, встречаются столь знаменитые в современном ученом российском мире исследователи. И начну я в продолжении мысли Натальи Львовны, буквально чуть ли не с той же цитаты, из предисловия Натальи Леонидовны Шобиной, которая говорит о том, что вот это издание, эта книга действительно может стать очень мощным интеллектуальным ресурсом для остановления разных направлений металлической науки, и она объединяет учителей и ученых. Все-таки на нашей памяти не так много книг, в которой абсолютно на равных заявлены имена уже действительно реализовавшихся профессоров, докторов наук, членов Академии, и не только отечественных, и учителей, которые тоже работают и которые тоже вносят свой вклад весомый в данное направление. И буквально в нескольких штрихах я бы выделил то, что мне представляется наиболее интересным, и то, чем действительно можно работать на занятиях в школе. Сегодня очень много важных слов сказала Наталья Леонидовна про Сергея Григорьевича, и вот как раз Сергей Владимирович тоже поднял эту проблему. Дело в том, что в этой работе, пусть не очень подробно, но упомянут очень важные проблемы для современной науки, это проблема любительской лингвистики и подлинной лингвистики. Потому что действительно, вот об этом очень много говорилось, например, на последней конференции, которая была посвящена организационной конференции тотального диктанта, которая проходила в январе в Новосибирске в этом году, и там был заявлен круглый стол современных ученых, который был посвящен вопросам популяризации русского языка, необходимости популяризации русского языка, как это нужно делать. Дело в том, что мы действительно, наверное, должны противостоять всем этим бессмысленным историям. Один из примеров, которые Сергей Владимирович сейчас и привел. Когда нам на радио с Михаилом Яковлевым постоянно задают вопросы, связанные с абсолютно идиотской этимологией, или присылают какие-нибудь расшифрованные тексты, да, или там чуть ли не фестский диск предлагают помочь расшифровать, да. Вот в этом смысле в работе Воркачева мне представляется важный вот этот аспект, и, конечно, очень важная вещь, о которой также Наталья Львовна сказала, это поворот в сторону антропологической лингвистики. Уходит то время, когда мы изучаем язык просто ради языка. Безусловно, в школе мы должны давать орфографию пунктуации, но если только орфографию пунктуации, то школьнику, наверное, будет, может быть, немножко скучно, да. А вот если мы будем выходить на эти смыслы, классический пример даже из области грамматики. Я все еще помню свое детство, когда в пятом классе на руках языка нам говорят про одушевленность, неодушевленность, а мы тут же возмущаемся, потому что только что пришли с урока в ботанике, а там говорили, что растения оказываются живые. Да, и вот получается вот это несовпадение наивных научной и научно разных дисциплин картин мира, вот это и сюда, это и об этом в том числе. Из Владимировича Карасика я бы, если, опять же, сделать какие-то рэперные точки, выделить его работе, я бы выделил саму очень глубокий, ну, собственно говоря, это корифей, концептология, едва ли не отец-основатель отечественного направления, это саму природу концепта, какие разные подходы к нему бывают, да, и основные подходы к концептологии, потому что действительно, и Наталья Львовна в своем докладе подчеркнула, что в России существует энное количество школ, где занимаются этой проблематикой, и зачастую происходили очень странные вещи, когда защищали едва ли не кандидатские диссертации, посвященные, допустим, концепту, там, самовар в творчестве Салтыкова-Щедрина. Наверное, у Салтыкова-Щедрина самовар играет какую-то важную роль, да, но говорить о концепте, тут уже это отдельная тема. Вот о такого рода вещах как раз можно прочесть и в работе Владимира Ильича. На своей останусь только просто потому, что он заявил, заявил, что будут лимбисты представлены. В моей работе просто, как мне писали, главная мысль заключается в том, что мы должны развалить концептуальную картину мира и языковую картину мира, и все те, кто работал в этом направлении, хорошо понимают, как это важно, да, когда мы от слова переходим к концепту, и, может быть, возвращаемся опять же к слову, собственно говоря, вот об этом. Нина Сергеенко-Болтин, я когда увидел, что она будет в качестве участника монографии и в качестве члена редакционной коллегии, это, ну, сердце возрадовалось. Почему? Потому что это действительно очень важный ученый для современной отечественной науки, и все, кто так или иначе связан с преподаванием, допустим, филологического анализа текста, художественной стилистики, стилистики вообще, функциональные, имею в виду, да, стилистики, тот знает ее работы, безусловно, и, безусловно, очень сильный учебник, который, мне представляется, можно использовать не только в университетской среде, но и в школьной. Это ее огромный, действительно большой, великолепный, изданный, содержательный учебник, филологический анализ текста, который же имеет несколько перенесданий. Вот там представлены идеи коммуникативной стилистики, и если вы никогда не слышали о работах Нины Сергеевны Болтином, то вот эта работа очень хорошо дает представление о всем том широком спектре того, чем занимаются Нина Сергеевна и ее ученики. Ирина Анатольевна Мартянова. Дивный, интересный текст, связанный с тем, что он не в первой главе, то есть не той, которая теоретическая, но в той, которая практическая, и мне представляется очень интересный подход. Вообще-то Ирина Анатольевна занимается в первую очередь тем, что связано с понятием литературно-каниментографичность, тоже очень модное сейчас направление, в том числе и в западных гуманитарных исследованиях, взаимовлияние кино, текста, визуализация, вербализация информации, проблем креализованных текстов, если подходить к этому шире. Но в этой работе вот так вот очень изящно, очень красиво проанализировано или так штрихами намечено исследование того, а как кино представлено в русской литературе 20-го века. Раньше и не могло быть, потому что кинематограф был запретен в самом конце 19-го. И вот получается то, как конкретный анализ ученого, доктора наук, профессора одного маленького концепта на полотне русской литературы 20-го века, это дорогого стоит, это очень интересное чтение, присутствующая здесь Наталья Витальевна Козловская. Мне безумно нравится вообще сама идея того, чем сейчас занимается Наталья Витальевна. И я бы в этой работе выделил два момента. Первое, это очень серьезная проблема, которой действительно сейчас много занимается, в том числе и на Западе, это проблема терминологизации слова. Особенно если мы говорим о философии конца 19-го, начала 20-го века, когда обычно слово становится чем-то больше, чем словом. То есть там концепт одиночества у Керкигора, допустим, или вот как в данном случае у Натальи Витальевны разум только одно слово, слово «свобода» в творчестве Бердяева. Мы понимаем, каким огромным колоссальным количеством напластований смыслов этот текст, этот концепт обрастает. И безусловно, не представляется, что вот в том или ином виде, конечно, более облегченным, нежели так, как это представлено в работе Натальи Витальевны, это тоже можно показывать в школе, с этим тоже можно работать, да, и показывать, как это работает, как слово, которое мы находим в словаре, становится чуть ли не противоположным, да, в работе конкретного ученого, в том числе в данном случае еще и философа. Ну и, естественно, Наталья Львовна Мишатина, да, то есть ее главы, параграфы вызывают восторг, и я бы как будто, да, делая переход, видимо, к уже докладам остальных участников, могу сказать, что вот сама идея, я взял специально под заголовок параграфа, да, металлическая лимбоконцертология, простите, лимбоконцертология, как пролог антропологической лимбометодики. Мне представляют, что это действительно очень важно, потому что, ну, вся современная гуманитарная наука понимает, что язык и мышление, язык и понимание, язык и мироощущение очень тесно взаимосвязаны, и, как представляется, благодаря этой науке, ой, этой книге, да, и этой науке, да, мы выходим на какие-то новые интересные темы и методы исследования того, что вообще тоже давно изучалось, да, это текст, это литература, это книги. Вот, пожалуй, коротко, спасибо за внимание.